приветствую всех на канале светлана веда в рубрике гости канала с вами я таро психолог татьяна сегодня я хочу поговорить с вами о наших желаниях частности почему наши желания не исполняются есть люди для которых все дается очень легко все им удается вот только они себе там что-то намечтали придумали захотели и это у них раз и очень легко реализовалась они это уже держат своих рук а вот даже сейчас когда я говорила об этом вы мысленно какой категории людей себя отнесли если вы отнесли себя именно к этой категории людей которым все удается легко то я вас поздравляю а если же вы подумали да есть такие люди но я к сожалению не в их числе вот вам и первая причина того что ваше желание не исполняется то есть вы ментально в своих мыслях уже не допускаете их осуществления вы уже сразу своей мечте отрезаете крылья я не хочу сегодня долго очень распространяться по поводу что препятствует исполнению желания что нужно делать чтобы это изменить потому что об этом достаточно в интернете пишут и говорят я вам предлагаю сделать такое практическое упражнение которое поможет вам определить именно ваш затык в чем именно ваша причина того что ваши желания не исполняются я буду использовать метафорические карты жака спеца но архетипы и тени которые прекрасно помогают увидеть на то что мы не замечаем что мы не видим что скрыто от нас в глубине нашего подсознания конечно индивидуальная диагностика вопроса она всегда более точная и более глубокая но поскольку мы с вами работаем в общем информационном поле я сделаю четыре варианта я вот еще четыре карты и тут уже пожалуйста попросите свою интуицию вам помочь попросите свою интуицию выбрать именно вашу карту конечно вы можете посмотреть все четыре варианта возможно в каждом из них вы как-то вам откликнется вы найдете что-то свое но тот вариант который вы выбрали это будет как бы ваш ведущий самый первый флагман препятствия поэтому я выплатил четыре варианта сейчас а вы пока мысленно задавайте картам вопрос что препятствует исполнению моего желания опущу вот у нас получились такие четыре варианта давайте чтобы вам было легче я положу зеленый камешек белый голубой и красный не видно вот у нас четыре варианта задайте себе вопрос что препятствует исполнению моего желания и выбирайте один из вариантов первый второй третий и четвертый я сейчас буду открывать карты и рассказывать про каждый из вариантов вы можете сделать либо скриншот чтобы потом скриншот вашей карты я имею ввиду или вернуть потом видео на этот момент когда я открываю карту чтобы более глубоко с ней поработать а я давайте теперь посмотрим что у нас получилось я карты покажу поближе вариант 1 прячущийся вариант 2 раб вариант 3 бездельник и вариант 4 жертва вот пожалуйста ребят все кто выбрали вариант номер один я чужие спросите себя а чего вы боитесь почему ваше желание вас как-то пугает чего вы прячетесь почему вам страшно что это желание исполнится может быть вы думаете что когда она исполнится изменится как-то моя жизнь и это вас пугает может вы боитесь что вам придется если ваше желание исполнится с чем-то или с кем-то расстаться и это вас пугает может быть вы боитесь что жизнь вообще вокруг вас изменится вы изменитесь может вы боитесь что вас осудят подумайте пожалуйста задайте себе задайте себе вот этот вопрос от чего я прячусь что меня пугает то есть я бы сказала что те ребята которые выбрали вариант 1 исполнению вашего желания пугают препятствуют какие-то ваши собственные страхи разберитесь с этими страхами и увидите как ситуация поменяется вариант номер 2 вариант номер 2 у нас вышла тень раб спросите себя все ребята которые выбрали вариант номер 2 с кем и с чем или где я чувствую себя рабом что делает меня несвободным чему я очень сильно привязан и если мое желание исполнится то меня здесь не будет уже я буду где-то в другом месте но на данный момент я не могу ну я не могу там быть потому что у меня здесь существует какая-то очень сильная привязка что вас привязывает к этому месту может быть это какие-то ваши установки вас привязывают грубо говоря да если допустим я хочу поменять работу и я желаю поменять работу но я думаю блин если я иду с этой работы я подведу коллег или ну вот все равно же лучше ничего не будет то есть вы где-то в чем-то раб может быть вы хотите отношений но вы раб каких-то своих привычек потому что если у меня в жизни появится мужчина или женщина мне придется немножечко поменяться мне придется нарушить свой привычный уклад жизни поэтому задайте каждый себе тот кто вытащил вариант номер два вот этот вопрос что меня держит что меня заставляет не верить в собственную свободу и посмотрите как ваша ситуация с желаниями изменится следующий вариант у нас бездельник девочки и мальчики кто вытащил вариант бездельник спросите себя а что я делаю для того чтобы мое желание осуществилось какие шаги я делаю навстречу своему желанию и если я этого не делаю то почему опять же почему я этого не делаю что мне мешает мешает страх мне мешает я не знаю какой то может перфекционизм что все равно кто-то делает лучше чем я кто-то может лучше чем я я все равно не смогу или я не достоин зачем делать все равно не получится и как бы если вы хотите чтобы ваши желания исполнялись ему нужно навстречу делать шаги ну то есть как бы знаете нужно показывать вселенной свою свою намеренность что я это намерен получить что я этого хочу и это у меня будет а не просто я лежу на диване мечтаю и жду когда она мне свалится на голову такой элементарный пример например если я мечтаю о новой машине сделайте маленький какой-то шажок к этому сходите в салон посмотрите на эту машину возьмите бесплатный тест-драйв посмотрите как вы себя в ней будете чувствовать как вы себя будете чувствовать внутри таким образом вы как будто вы показываете вселенной свое намерение я не просто лежу там бездельничаю а я что-то делаю если вы хотите отношений но сидите дома и может быть ждете когда принц придет и постучит к вам в дверь ну такое тоже может быть возможно но лучше все-таки что-то делать для этого да может быть там ходить на свидания может быть зарегистрироваться на сайте знакомств может быть просто на листочке написать какого я хочу себе мужчину и как я себя с таким мужчиной буду чувствовать и что я хочу от этого мужчину получить и что я этому мужчине могу дать замен ну что-то вот такое никто не заставляет вас там эти горы сразу какие-то сворачивать небольшие шаги действия которые покажут вселенной что вы намерены это получить потому что вы это реально хотите и тот кто выбрал четвертый вариант вот у нас жертва девочки и мальчики кто выбрал четвертый вариант жертва спросите себя почему я чувствую себя неспособным что заставляет чувствовать меня ну слабым, побежденным, несчастным может быть вы думаете что все я неудачник о каком исполнении мечты можете речь если я такой бедный, несчастный все равно ничего не получится я слабый, я бессильный мне не везет спросите, почему вы всегда так думаете вот этот вопрос задайте откуда это у вас было у вас всю жизнь либо было какое-то событие после которого вы стали себя так чувствовать и может быть вы жертвуете собой может быть вы отказываетесь от своей мечты, от своего желания жертвуете собой ради кого-то и ради чего-то вот этот вопрос уже можно задать в этом варианте поэтому я надеюсь вам это упражнение было полезно да, оно заставит вас как-то задуматься и немножечко хотя бы над собой поработать и я вам хочу сказать главное да, в этой теме наверное что ничто на самом деле не препятствует нам в исполнении наших желаний кроме нас самих поэтому первый шаг который вы можете сделать навстречу исполнения своего желания это именно допустить мысль что такое возможно вопреки вашей логике вот просто я хочу этого и это возможно допустите эту мысль и это будет уже первым шагом на пути к преодолению всех препятствий и барьеров которые вы сами себе на пути к своей мечте поставили оно возможно уберет ножницы которыми вы крылья своей мечте обрезаете я всем желаю сбычи мечт пишите свои комментарии по поводу услышанного задавайте свои вопросы буду рада на них ответить если кто-то захочет прийти ко мне на индивидуальную консультацию разобраться глубже вы под этим видео найдете мои контакты буду рада с вами лично разобраться в том в чем вы разбираться сами не можете помочь об этом а я всем желаю сбычи мечт обнимаю до новых встреч в эфире субтитры